Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Томас, и сегодня мы с вами попытаемся снова повыживать в DayZ, в этом забагованном, неоптимизированном, но очень манящем игровом мире, Чернорусии. Ну, я имел ввиду, типа, даже с этими багами игра все равно манит, потому что, ну, как бы, да, она манит свои истории. В смысле, в мод мы с ребятами, с друзьями играли очень-очень много, просто, просто очень много мы в мод играли, и поэтому эта игра все еще меня манит. Короче, ладно, побежали. Ребят, сейчас будем лутаться, на сервере очень много людей. Кстати, очень много серверов новых появилось, это, блин, прикольно. Слушайте, вот и, да, типа того. Сейчас, ребят, мы полутаемся и встретимся чуть позже, а то я не думаю, что вам прям так уж сильно интересно смотреть на то, как я бегаю по ангарам и ищу себе то, что поможет мне здесь выжить. Черт, ребят, лута тут вообще нету. Я полгорода уже облазил, нихрена нету здесь. Может быть, нам нужно, нам стоит, может быть, сбегать в другой город? Это, по-моему... Стоп. Стоп. Это же... Это же Черногорск. Да, это по-любому черный, это... Нет. Ё-моё, так мы, значит, недалеко от болот, ребят, погнали. Погнали, ё-моё. Ребят, офигеть, что нашел. Ё-моё, сколько... Сколько не играл в эту игру и ни разу не видел, чтобы можно было собирать что-то с кустов, ну, то есть искать ягоды всякие. Обалденно. Посмотрите, смотрите, он ищет ягоды. Какого черта? Ублюдок долбанный. Ладно. Всё, выходим. Тут ни хрена нет. Скорее всего, все ягоды уже сорвали. Чуваки, которые были тут до меня. Вон, бежим дальше. То, что нужно. То, что доктор, блин, прописал. Топор. Топор... О, а нет, всё-таки я нашёл ягоды. Смотрите, Red Color Red Berries. Так, самое главное, что только может быть в этой игре, ребят, это топор. Чёрт с ним. Пусть он постоянно будет в руке, он всё равно одноручный. Но самое главное, ребят, самое главное, что это топор. А топор всяко лучше, чем какая-нибудь грабля. Хотя... Грабля большая, а топор маленький. Зато топором можно рубить конечности. Но и граблей можно рубить конечности. Но не так аккуратно. И не так быстро. Хм. Да, топор выигрывает по всем параметрам, ребят. Бежим дальше. Так, а это что за херня? Что он делает? А-а-а! Палки! Деревянная палка. Окей. Прямой продолговатый фрагмент ветки дерева. Идеально подойдёт для строительства чего-либо или поддержания огня. Вау! Вау! А я и не знал, что так можно делать. Ну, то есть, это логично, но всё-таки, как бы, это ведь игра. Ё-моё, я не думал, что тут так всё прям так реально. Эх, ребят, да. Всё-таки давненько, наверное, я не играл в DZ. И очень многого об этой игре не знаю. Но я и не стремлюсь. Мне нравится изучать её походу. То есть, когда я захожу в неё играть, мне нравится тут всё изучить. Вот, афу, вот, что? Что? Где я был? По-моему, где-то тут. Нет? Походу, это вот снова лаги начались. Лаги, это не очень хорошо. Там труба лежит, нахер не нужна. Шляпка. Ну, то есть, как их называют? Ну, шляп таксиста или шапка таксиста. Нифига не знает. С козырьком такая. Ну, наверное, так и называется козырёк. Так, а мы, да. Как я и думал, мы, ребят, были с вами в Черно. А сейчас бежим в болото. Болото находится вон там, за той вот горой. Потом ещё немного чуть дальше пробежать. А хотя нет, вот на эту гору забежим, и с другой стороны всё, уже будет видно болото. А рядом с болотами, ну, по крайней мере, раньше были казармы, а сейчас я знаю, что они как какие-то разрушенные там или типа того. Но всё равно там рядом можно где-то найти оружие, я точно знаю. Моя чуйка не подведёт меня. Бежим в болото. Хотя нет, ребят, чё-то я тупанул. По-моему, это был не Черно, это был Электрозаводск. Да, знаете почему? Потому что, как бы, когда мы бежим от Электро к Черно, мы видим вдалеке... Ну, то есть рядом с болотами расположен городок такой, типа. Там высотки всякие и так далее. А здесь, видите, гора. По-моему, гора как раз она между Электро и Черно находится. Так что сейчас мы бежим в Черно, который находится вон там. По-по-по-походу, по-походу. Похоже на то. Похоже, что я тупанул. Как обычно. Ну ладно, не вините меня, ребят. Я, правда, очень долго не играл и... Мне просто интересно так побегать. Вместе с вами поговорить о игре. Так, давайте сейчас посмотрим как раз. Я думаю, отсюда мы увидим прекрасно. Устал, устал наш персонаж бежать. Сейчас еще по камням придется лазать. Вообще прикол. Кстати, я однажды застрял тут в камнях. Это вообще жесть было. Ну, в смысле, прям... Я резнулся прямо в камне. Вот. То есть, ну, в самой текстуре. Это было не смешно. О! Там разбитые тачки! Никогда не видел на этой дороге разбитые тачки. Или видел. Да, ну, это по-любому. Мы сейчас бежим в черный. Вон там черный находится. Вон он, вон он, вон он. И, то есть, ну, вон там вот строительная вышка, крам. Все, окей, все это видно. Все хорошо. Побежали туда, че? Че делать-то? О, ребят, кстати, за вот этой вот аварией там блокпост. Отлично. Можно там что-нибудь найти. Это круто. Потому что как раз мой персонаж очень хочет пить. Очень хочет пить. Для еды-то у нас рис есть. Рис всегда подойдет. Ух ты, там биты бейсбольные. Подождите, а бита? Да нахера нам бита нужна? Еду бы. Еды бы! И, кстати, по-моему, здесь же теперь можно на машину, да, садиться. Ну, то есть, машину можно... Что такое? Какие-то... Патроны нахер, надо. Тратить место. Ну, какие-то дурацкие патроны, для которых у нас даже пушки нет. Я имею в виду, машины же чинить теперь можно, вроде как. Вроде как. Так, тут разные сигареты валяются. Так, далее. Ну, ничего тут такого нет, что можно подобрать. Поэтому придется нам, ребят, пробежаться еще дальше. Вот тут какой-то... Не знаю, что это. Как это назвать? То есть, кого-то тут заполняли документы, либо призывали кого-то куда-то. Типа тут сидели такие чуваки, типа, ой, приходите. Вот тут вот очередь стояла, такая, да, да, мы записываться. Хер знает. Может быть, на войну против зомби? Или типа... Да, очень много, ребят, я еще не знаю о новой карте. То есть, выходит, что разработчики реально, они как-то что-то делают. Но они добавляют кучу всего нового. То есть, они добавляют... Это добавили сюда, то добавили сюда. Но они не добавляют оптимизации. Самого главного. То есть, если бы они оптимизировали для начала игру, а потом это все добавляли, это было бы намного круче. Хотя, кто хочет играть в Days, они и так играют в Days. Вот люди вроде меня, которые просто по гайдам оптимизировали игру. И рубят в нее все равно. Типа вот. Так, наверное, я думаю, в дома нужно заходить. I'm starving. Ну, конечно. Hungry. Сейчас покушаем риса, который утоляет жажду всю жизнь. Ой, что жажду? Голод, конечно, голод, голод. Но как раз-таки попить у нас нету. А попить это самое главное. Еще потрогаем. Давайте ягодку скушаем. Скорее всего, может... Я даже смогу отравиться, может быть, наверное. Потому что вдруг это там какая-нибудь волчья ягода или типа того. Что мы грамблз. Ну, сейчас вроде полегче стало. Смотрите, ягодку покушал. Ладно, бежим дальше, ребят. Обалдеть, ребят. Я там в другом доме нашел Magnum. И вспомнил, что тут только что увидел патроны. Помните, вот тут лежали патроны. И они, оказывается, подошли, представьте. Типа 357. Ну, точка 357. Я не знаю, калибр это или что. Да, это 357 типа калибр. Или 44 калибра. Хер знает, короче. Ребят, я не буду говорить вам, что я такой умный и знаю всякие калибры. Я нихрена не знаю об этом. Да, типа того. Ну, в общем, у нас теперь есть заряженный Magnum. Это так, к слову. Окей? Ну, все-таки, наверное, лучше пусть у нас будет топор в руках. А Magnum на всякий случай. Если вдруг какого-нибудь ублюдка увидим, сразу берем Magnum и херачим всех, как Крик Граймс. Ха-ха-ха. Ладно, ребят, бежим дальше. Лапаньки. Я нашел кобуру. Вот и шикарно. А, нет, все-таки придется нам выкидывать наш топор. Ё-моё. Да, типа того. Ну, в общем, все равно. Теперь зато у нас в кобуре есть магна. Давайте снова возьмем. Господи боже мой, я не хотел его выкидывать. Просто в кобуру его положи и все. Пусть он, чтобы место не занимал. Кстати, рис только появился, ё-моё. Возьмем риса. И давайте скушаем этот рис. Не весь, конечно, но скушаем. Ну, Хангри. Видите, рис вообще, я не знаю почему. Ну, то есть, сухой рис здесь утоляет охрененно. Охрененно сильно утоляет голод. Просто посмотрите, два раза покушал, все. Хангри было красное. Такие вот дела, да, из-за этого утворятся. Так, что ж, ладно. Побежали. А, кстати, топорик-то я не забрал. Топорик-то я не забрал. Вон еще кобура, смотрите, появилась. Топорик-то я не забрал. Типа товар. Побежали. Ура! Нашел я, наконец-то. Нашел свое спасение в этом домике маленьком неприметном. Так, пить. Сразу, сразу нахрен выпиваем все. Кстати, там еще консерва. Обалдеть. Товести. Ну, товести стало желтым. Жажда стала желтой. Окей. Пусть хотя бы желтая будет, зато не красная. Сардины, кстати, вроде тоже жажду могут утолить, но не сейчас, ребят. Не сейчас. Лучше. Ух ты, еще сардины, обалдеть. Ладно, сейчас схаваемся. А нет, их же открыть нужно. Чем-то. У нас есть, у нас есть топор еще. Мы, мы, то есть, этим топором еще не убивали никого. Поэтому еще сардины. Ё-моё. Это дом, блин, сардин. Это дом сардин. Сардинный дом. Дом сардин. Сардинный дом. Я не знаю, почему вот эти сардины не берутся. Open sardin with hatchet. О, теперь взялись, смотрите. Давайте скушаем. Ну, просто покушаем. Просто покушаем. И сейчас, наверное, лоскуты выкинем, потому что, ну, нафиг они нужны. И удаляют. Утоляют жажду. Нет, что-то не очень. Ну-ка, давайте еще попробуем. Ну, то есть, сардины, они же там вроде как. Там есть какая-то жидкость внутри. Еще раз. So, what? То есть, и так и горит желтая. Давайте скушаем все. Попробуем. Попробуем не переесть сейчас. Хотя, наш персонаж настолько голодный был только что, что он, я думаю, не переест. Так, все, сардин нет, а в Терсте все еще осталось. В общем, сардины, значит, не утоляют жажду. Ну, то есть, ну, да, вы скажете. Конечно, они не утоляют. Еда, ты тупой, ублюдок. Нихрена. Хоть это и еда, но... Ну, то есть... Стоп, а где топор? Где топор? Я что, сломал топор, пока открывал сардины? Что за херня? Не может такого быть. Где мой чертов топор? Я хочу видеть у себя... Вот та, ни хрена. Я хочу видеть у себя в руках свой чертов топор. Где мой топор, ублюдки? Вы долбаные, долбаная игра. Да иди нахер, комар. Твою мать, ребят, топора нет. Ну, ладно. Магнум тайм. Почему не берутся-то в свободный слот сардиной еще один? Вот так вот. Шесть патронов. Видите, как они светятся в барабане? Ой-ой-ой. Так, ну, давайте тогда... Я думаю, поищем, может, какую-нибудь колонку здесь. Погнали. Не понял. Ни хрена не понял. Это чё такое? Это чё... Мы нашли аккумулятор. Это хренов аккумулятор. Обалдеть. Мы нашли аккумулятор. Первый в жизни мой аккумулятор. Ну, то есть, в Дейзете. Хотя нет, не первый. Ой, по-моему, там в старом Дейзе тоже нужно было аккумулятор искать или нет? Чё-то я забыл уже. Нет, там был двигатель. Ещё чё-то. Короче говоря, мы нашли аккумулятор. Может, возьмём его на всякий случай, а? Как думаете? Давайте выбросим лоскуты. Съедим всю банку еды. Так, и, наверное, тогда рис тоже съедим. Или выбросим. Да лучше съедим. Зачем добру пропадать-то, а? Чё добру пропадать, ребят? Давайте рис тоже сейчас захаваем. И возьмём, наверное, аккумулятор. А вообще, посмотреть бы, сколько он слотов занимает. Energized. Вау. Это плохо или? Очень. О, чёрт. Он занимает шесть слотов, походу. Ёпшит. Ёпшит. Ёпшит, ёпшит, ёпшит. Ну, ладно. Взяли свой рис назад. Взяли лоскуты назад. Так, пистолет у меня в руках всё ещё. Да, пистолет всё ещё у меня в руках. Всё. Всё хорошо? Погнали. Я думаю, дальше где-нибудь, может быть, в тех домах колоночку мы с вами найдём, попьём. И будет очень хорошо, потому что, блин, чё-то я хочу пить. Блин, уже какой по счёту дом, ребят? Захожу в дом и вижу кучу еды. Кучу просто еды, но питья нет. Я не знаю, с чем это связано. Мне нужно пить, и нет питья. Это чёртов закон подлости. Так он и работает. Кстати, что это? Где это? Давайте посмотрим. Пригородки. О, как раз почти добежали дочерно. Сейчас посмотрим, может, на машине что-то есть. Может, в машине что-то есть. Ну, тут опять я вижу консервы, которые нам нахер не сдались, потому что у нас куча еды. Может быть, по-моему, сюда нельзя зайти. Да, сюда зайти нельзя. И тут колонки нет. Фонтанчик не работает, походу. Да, нет. По-любому не работает. Так, ну что ж, ладно. Побежали дальше. Кстати, я промок-то. Я там бежал, увидел лужицу. Ну, типа, озёрка такая маленькая. Решил туда забежать. Думал, может быть, там попью воды. Типа пресная вода, вся фигня. Ну, ни хрена подобного, я только промок. Ладно, ребят, бежим дальше. Ребят, знаете, что я думаю? Давайте я не побегу в черно, наверное. Нафиг оно мне надо? Зачем? Что мне там делать? Я сразу побегу, ну, то есть, через вот этот вот город в болото. Как думаете? По пути как раз буду искать всякие колонки. Может быть, там где-нибудь колонка будет. Зайду в магазин в этом городе. То есть, будем искать питьё, потому что питьё нам необходимо просто сейчас. Жизненно важно. Не будет питья, а я сдох. Я уже от террести, видите? Меня спасает только энергайзет. То, что я наелся, и сил у меня полно. Но я всё ещё хочу пить. И это плохо. Опять еда. Да чё ж ты будешь делать-то, а? Так, а это чё? Согревающий пакет. Но, ладно, не нужно. Пока не нужно. Тут ещё что-то было, подождите. Еда и... А, вот, шляпа. Банданы, я хотел заменить её. Вот, потому что это такая камуфляжная, типа она прикольная. Так, тут у нас фомка. Не надо нам военный джип. Ещё один военный джип. Может, патронов больше найдём? Тогда хоть будет не жалко стрелять. Да хотя и так патронов-то куча. 20 патронов целых на револьвер. На магнум. Это ведь обалденно. Всё равно мы круг побегаем. Так, всё, надо бежать, ребят, надо бежать. Магазин впереди. А тут у нас чё-то типа школы или типа того. Может быть, тут чё-то будет. Очень хотел бы я забежать сюда. Я знаю, ребят, серия получилась не такая, как бы... Ну, то есть, экшена здесь мало, но ведь это DayZ. Ведь весь экшен здесь заключается в том, что ты бегаешь и ищешь себе еду. И воду. И оружие. Для того, чтобы потом экшен начался. Ну, то есть, наверное, сегодня экшена будет мало, ребят. Хотя, скорее всего, уже, наверное, это конец почти серии. Но хотя бы мы такой вот путь с вами преодолели, видите. Нашли хороший сервер. Вроде бы более-менее такой сервер. Кстати, это что? Это штаны. Штаны парамедика. Ё-моё, тут же... А мне показалось, кстати, что там мест больше было. Ну, ладно, блин. Правда, красные они немного. Заманиваю, приманиваю к себе. Туфли старые, древние, дряхлые. Наверное, там куча грибков всяких от прошлых хозяев. Нахер она надо? Ладно, побежали дальше. На третий будем заходить? Да, давайте всё-таки зайдём. Вообще, нам надо в магазин. Хотя я вообще не уверен, что что-то тут найду. Так что нам вообще нужно как бы действовать быстрее. Быстрее немного. Потому что, блин. Если в магазин не будет питья, то мне реально придётся бежать до болота. Только там есть колонка рядом с болотами. Я знаю, где она находится. Колонка. Главное дожить до туда, ребята. И главное, чтобы не стало всё чёрно-белым. Ненавижу, когда всё чёрно-белое. Блин, это чёрт в игре. Побежали в магаз. Нет, нет. Только не говорите мне, что тут ничего нет. Магазин пустой, ё-моё. Пустой! Почему? Почему люди такие жестокие? Почему они не думают о других людях на этом сервере? Чёрт. Блин, реально магазин пустой полностью. Зачем вообще здесь окно нужно было, а? Чтобы смотреть на высотку. Или с высотки смотреть. Прикрывать через это окно тех, кто пошёл за продуктами. Лоль! Не знаю, зачем тут... Это окошко, ребят. И не знаю, зачем тут вот эти вот синие какие-то газовые баллоны. Блин, было бы круто, если бы они были наполнены водой. И тогда вообще не было бы тут проблем. Чёрт возьми, никаких. И флягу было бы круто найти. И тогда вообще были бы в шоколаде. И, кстати, тут клюшка на крыше этой машины. Здесь есть что-нибудь? Господи, боже мой! У меня уже крыша едет! Я хочу пить! Кстати, там тоже магаз. Погнали туда. Ребята, мы правильно бежим вообще? Да-да-да, правильно. Правильно-правильно-правильно. Это дубки. Или дубки. Не уверен. Но нам ещё вон туда нужно бежать. Главное сейчас не заблудиться. А тут понастроили, блин, тут кучу разных всяких городов с высотками. Ну, таких мелких импровизированных городков с высотками. Типа вот этих вот дубков, блин. Хер поймёшь, где ты вообще находишься. Карта вообще сильно стала отличаться от первоначально задуманной. От чернорухи. Добавили, блин, всякие дубки. Хрипки. Голубки. Грибки. Я ещё такую фигню заметил. Посмотрите, как он круто взбирается на горы. Смотрите. Вот так. Ставить, ставить. Стой, стой. Эй. Что ты? А. Посмотрите. Like a boss просто. Просто like a boss. О, енега. Просто реально, как этот. Какой-то хренов босс. Мафии, блин. Идёт по какой-нибудь супер-крутой дорожке. Также и наш персонаж сбирается в гору. С высоко поднятой гордой башкой. О, флёго! Бог да из-за этого услышал мои молитвы. Фляга, для которой нет места. Нахер это? Фляга сколько места? Четыре места, походу, занимает фляга. Да похер. Нахер еду. Это нахер тоже. Флё. А, нет, два места занимает. Ладно, назад еду. Стоп, стоп. Тут был рис? Нет, не было риса. Обалденно просто, ребят. Охрененно. Фляга есть. Всё. Это всё, что нам нужно. Теперь осталось... Кстати, тут же есть 22% питья. Undying of dehydration. Давайте быстро выпьем эту. Drink all. Пей, друг, пей. Тебе тут кто-то оставил питье. Это очень клёво просто. Это охрененно клёво. У меня уже, смотрите, глаза просто красные от того, что воды нету. Блин, я как в пустыне какой-то. Фирсти, смотрите. Ух ты. Оранжевым стало. Конечно, не на то, на что я рассчитывал. Но всё равно. Это уже лучше. Ещё фляга. Вау. Тут 16. Давайте её выпьем. Drink all. Вообще, может, две фляги возьмём с собой, а? Точняк, давайте возьмём две фляги с собой. И наполним обе их. Чтобы у нас постоянно была куча воды. Это будет самая шикарная идея на планете Земля. Ну, до того момента, пока нас не убьют. Ха. Ха-ха. Всё, у нас теперь две фляги. Теперь у нас две фляги. И можно... Стоп. Стоп. Где мой пистолет? Вот мой пистолет. В руки его взял. Чела положил. Всё. Всё круто. Ладно, ребят, бежим. Всё. Вот теперь... Теперь можно бежать. Теперь... Ооо. Теперь у нас достаточно будет воды постоянно. Теперь... Теперь нужно по-любому добежать до болот, потому что только там я знаю, где поблизости колонка. Ну, то есть она только там. Хотя, может быть, тут будет какая-нибудь колоночка. Мелкая, на которую можно будет зайти. Ну, помимо колонки, тут ещё могут быть и люди. Так что, блин, каким же нужно быть осторожным сейчас. Так что, наверное, буду мало говорить. И встретимся, когда я вообще к колонке какой-нибудь прибегу. Всё, осталось пробежать тот город на горе, потому что вот он, черно. Как только мы пробежим этот город, там будет такая деревушка. Ну, типа болото. И чуть дальше аэродрома будет другая деревушка. И вот там вот находится как раз колонка. Хотя, может быть, мы и до этого найдём какой-нибудь ручеёк, которым мы сможем набрать свои фляги, наполнить. Поэтому погнали, ребят. Нужно продолжать бежать. Нужно не сдаваться. Бежал я такой, бежал. Забежал на эти ступеньки. И только потом, ребят, обратил внимание, что нахрен рядом со мной находится колонка. Use the pump. Магнум, что? Конечно, магнум не может быть наполнен. Так, господи, боже мой. Наполняем флягу. Но при этом смотрим по сторонам, потому что люди там, людей на серваке... На серваке достаточно. Так, use the pump. Team already full. Хорошо, меняем на эту. Поменять местами. В смысле, пур фляга и эту флягу. Что это значит? Перелить из фляги во флягу? Что за... Всё, по 100% и всё. Теперь можно пить. Отлично. Сейчас попьём, но перепивать не нужно. То есть, вот, много прям пить не нужно. Сверх нормы, потому что... Не круто. Потому что не нужно, господи, боже мой. А energize, видимо, говорит о том, что, типа, мы тогда наелись, и, типа, сейчас у нас хватает энергии вообще на всё. Ну, сможет, всё. Так, подожди, ещё покушать. Покушать, я сказал, покушать. Чё за ерня со мной творится, ё-моё? Какой нахрен покушать? Попить же, попить, ё-моё. У меня уже реально от недостатка воды и от всего вот этого... От всех этих поисков этой чёртовой колонки... У меня уже крыша вверх... Верхом, блин, верхом на лошади крыша. Крыша просто едет. I drink some water from the well. Что значит well? Я попил немного воды из хорошо? Из нормально? Типа. Давай, пей. Я знаю, ты хочешь, друг. Это ведь водичка. I need a drink. Да сколько тебе нужно попить-то? Ты чё? Реа... Во-во, всё. Всё-всё-всё-всё-всё. Всё отлично. Всё прошло. Это последний раз. Вот сейчас попью и... Всё. И хватит. Всё-всё-всё. Можно уходить. Можно уходить, дружище. Главное, чтобы я сейчас не перепил. Как это там называется? Когда пьёшь слишком много воды, выше нормы, там у тебя тоже что-то в животе начинает. Херняка это происходить. Не знаю, ребят. Честно, не знаю. Ну, в общем, не круто пить выше нормы. Ах да, ещё нужно магнум в руки взять. Естественно, нужно взять магнум в чёртовые руки. Потому что это чёртов магнум в чёртовых руках. Чёртового крутого чувака. Да извините. Хахаха. Что за херня? Вот там. Фонарь? Грейхед торч? Нахер надо? У нас шикарная шляпа. Камуфляжная. Нахера нам нужен. Блин, фонарь какой-то. Идиотизм. Кстати. Это гостиница. Говорю очевидные вещи. Ха-ха. Нет, ну реально, это гостиница. Что-то есть? Хотя нет. Тут ничего нет. Я помню раньше Я не помню где это Либо в DayZ Mod Origins Либо просто в DayZ Черноруси Рядом с такими гостиницами Постоянно машина резалась О! Посмотрите, типа глаза смотрят такие влево Лол! Так, у нас в принципе всего хватает Все, что теперь нам нужно, это рюкзак И остальные вещи Для того, чтобы лутаться нормально Ну то есть, сегодня, ребят Мы с вами свою часть Дела для того, чтобы Норм играть В будущем мы выполнили, смотрите Тут является магнум Это что? Еще какая-то штука Короче, теперь главное просто не сдохнуть Главное найти себе рюкзак И все будет, ребят Все будет, если найдем рюкзак Все, это все будет круто И еще бы найти где-нибудь скилл, которого нет А может и есть Я не знаю, я не проверял в DayZ Есть ли у меня скилл Вау Шлем Шлем скейтеров Я не думаю, что хорошо защищает от пуль, так что Ну его нахер, да? Блин, рюкзачели, рюкзачели, плиз Плиз, рюкзачели и все И можно заканчивать вообще все Ладно, бежим дальше, ребят Бежим дальше Так-так, ребят А вот и аэродром А вот и аэродром И теперь нам не нужно ничего, кроме оружия Для того, чтобы себя защищать И нам не нужно ничего искать, кроме экшена, ребят Поэтому, наверное, этим мы займемся в следующем видео Спасибо за просмотр, друзья мои Ставьте лайки, оставляйте комментарии Я понимаю, что серия получилась очень скучной Но я надеюсь, вам не было скучно со мной С моими спикерскими навыками, что спикерскими ботов, ботов. Ну, как раз уже нужно попить и обалдеть просто. Не знаю, что с ним тратится. В общем, ребят, я надеюсь, вам не было скучно. И простите за то, что я постоянно делаю это не круто, по идее. Так что да, увидимся, ребят, в следующем видео. Сейчас я забегу досюда. Наверное. И вот где-нибудь здесь я отключусь. Вот где-нибудь тут. В этих вот елочках, как я обычно делал всегда, врубался где-нибудь в елочках, чтобы, когда я появлялся снова, в следующий раз, когда захочу играть, меня никто не видел. Вот, вот сюда вот зайду сейчас. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Давайте, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами был Том. До следующих видео, друзья. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok